Всем огромный привет! В общем, сегодня утро прошло с потом Я сейчас намывала полы как следует Гришанька проснулся, пока Гриша спал Вот, навела порядок, сантехнику почистила Она сейчас раковину в ванной там, ой, в кухне с саноксом залила Надо очистить её, когда она потемнела Вот, почистить как следует Пималюксом я её не чище, чтобы не нарушить абразивный слой Или как там, короче, слой этот поверхностный Фух, жарко, надо будет душ принять Чуть погодя Сегодня я ещё, кстати, на тренировку пойду Надо подправить кроваточку Тут помялась В принципе, надо же свеженьку постелить Будет постельку, можно поменять Вот, так что, что, прогулка утрення у нас не состоялась Потому что на улице дождик Такая вся погода Серенькая у нас Так что я как раз позанималась своими домашними делами Сейчас, наверное, позволю себе кофеёк попить И вообще, когда сейчас придётся немножко питание пересмотреть Вернее, не пересмотреть, а нафиг всё себе запретить Потому что у Гриши какая-то всё аллергия Всё-всё более-менее нормально было А стала аллергия проявляться Видимо, что-то не то пошло Либо какой-то вот, как аллерген, да Имеет накопительный эффект Может быть, и молочка-то тоже, да Ни при чём В общем, я не знаю Придётся как-то себя урезать В питании Тут посудка у меня Кастрюлька, тарелка Тимошки яйцо варила Чай Кружка измеряла этот Овсянку Это вот утренняя посуда Кроме крышки от сковородки Это вчерашняя осталась Короче говоря Так что ладно Сделаю сейчас себе кофеёчек О, ещё кровать не заправила Гришу положила туда Сделала ему баррикады такие Чтобы, мало ли, в какой-то момент Он захочет переворачиваться Чтоб ничего Ничего, чтоб не случилось Ну, малышак мой Малышачкин мой Да Да Вот Ну что, давай тебя проверим Переоденем, да Мой хороший мальчик Поспал Ты поспал? Поспал, поспал Хорошо тебе, да? Хорошо Хорошо, когда хорошо Я иду сейчас На кухню Как вы могли заметить В общем, хочется уже пообедать Время час дня У меня У меня прям какой-то аппетит Разыгрался По идее, мне бы в 2 часа Как раз пообедать За 2 часа до тренировки Но ещё целый час ждать Я как-то уже не могу Не хочу Потому что прям вообще Как-то подпирает Сейчас разогрею свои кабачочки Поем кабачки В общем, уже на тренировку Я прибежала У нас там сейчас так погода Классно разыгралась С утра, конечно, был полный мрак Дождь А сейчас прям Так красиво В самое время Для фотосессии было бы Ну ладно Я уже переоделась Вот сейчас, короче Пойду заниматься спортом Кстати, вот эти штаны Неплохо утягивают Достаточно Ну вот мой живот А то, что там ниже В общем, кошмар какой-то Ладно, всё Сейчас хвостик надо Вот у меня крабиком Сделано Неудобно будет Сейчас завяжу хвост И отличного занятия Смеркалось У нас уже вечер Так, сегодня я прошла 9305 шагов Ну это именно Вот таких прогулочных То есть Тут ещё и дома Я замечала, когда носила Буквально там, не знаю В течение часика Где-то 300 шагов Уже нахожено Но я думаю Снимаю Не хожу с ним Ну, значит 9300 Почти 10 Точно там будет Ещё Помимо этого Да, дома Походить И получается Тренировка В общем, сегодня Отлично 10 тысяч шагов Практически точно есть 10 тысяч точно будет Вот И плюс тренировка То есть хороший результат Мы сходили сейчас От родителей Пошли прогуляться Немножко с Гришей Чтобы он воздухом Вечерним подышал И Влад как раз Со службы шёл И зашли мы в магазин И такое Чтобы купили Вот капусту И не знаю Я хочу пока Просто её потушить В пятницу Наверное А может быть Сделать голубцы В общем, ещё решу Вот качан капусты Просто, чтобы потом Мне не достаться Несколько луковиц Бананы Бананы какого-то Некрасивого цвета Какие-то, знаете Вроде бы они уже Спелые С тёмной пятнышкой Да И вроде как Ещё и зелёные Вот Себе чунок Такой баранку Взяла Надеюсь, что мне можно Более-менее диетическое Печенье Мария Что-то я не увидела В пятёрке Так что Сколько у нас стоит Капуста 50 рублей Так-так-так-так И что тут ещё Лук Лук Вышел 7 рублей 70 копеек Морковка А, морковка Смотрите Такая смешная морковка Сегодня Пятёрки Она вот вся Какая-то Коротышка Такая вот Морковка Коротышка Как знаете Это шапочки Гномиков Похоже Вот Шапочки Гномиков И вот здесь Продолжение Вот какие-то Носочки Себе взял Кстати, почём Носки Носки Мужские Носочки Ой 30 рублей Прикольно Дёшево стоит 30 рублей Такие ещё хлебцы Себе взяла Лайт Лёгкие Вафельные Хлебцы Это Влад Себе Взял Кукурузные Хлопья Я взяла Молоко По акции Оно 80 рублей Стоит 1,5 литра 400 Вот И Агушу Тимоши По акции 35 рублей Стоит Агушка А тут Мама Передала Копчёные Рёбра Я их Пока есть Сама Не буду Это я буду Владу Что-нибудь Готовить Такие Небольшие Покупки Получаются А общая Сумма 739 рублей Вышла Тут ещё На 100 рублей Синкарета У Влада То есть Получается Если без Сигарет 639 рублей А я Я сейчас Решила Сварить По-быстрому Гречку На сковородке Большой И потом Туда Тушёнку Добавить И это Как раз Удобно В том смысле Что потом Тут большой Объём Получается Что останется На завтра Как раз Разогреть Удобно Прям На сковородке Так что Вот Что-то Гриша Спит Сегодня Очень много Целыми днями Не знаю Может Какой-то Такой Период Переломный Идёт У него Дело К 3 месяцам Я что-то Слышала Кризис Там 3 месяцев Надо Почитать Проверить Будет У нас Просто Как раз Дети Все Знаете Плюс Минус Там Вот Этот Период У кого Что В развитии Идет Кто-то Раньше Что-то Начинает Кто-то Позже И буквально Пару Недель Назад В нашем Маленьком Форуме Таком Общении Молодых Там Писала Что у Нё Ребёнок Мальчик Тоже Спал Как-то Пару Дней Целыми Днями Она Говорит Проснётся Поест Спит Вот У меня С Кришей Такая Сейчас Ситуация Но Потом Всё Выровнялось Может Быть Это Связано Что Просто Период Какой-то Такой Идёт Переходный Вот Время 11 Вечера И Гришенька Минут 15 Назад Уснул Сбился Со Своего Графика Потому Что Сегодня Он Целый День Очень Много Спит Вот Лад Тут Хотел Поесть Хлопья И Наверное Как Всегда Купит И Потом Лежит Пачка Я Уже Как-то Раз Говорила Что Любятова Это Непосредственно Наша Псковская Марка У нас Я сейчас Умывалась Тут у меня Пятна От воды Наша Псковская Марка Вот Она Беда Смотрите Ещё Главное Такой Короткий У меня То ли Обламываются Волосы То ли Что И Надежде Я уже Забыла Что это Такое Надежде Только Знаю И Снимаю Себя Какую Нибудь Волосню Хотя Волос Всё Время Прибран Так Вот Это Наша Псковская Непосредственно Марка У нас Район Такой Есть Любятова И Там Такие Я помню Когда мы В 1994 Году Переехали Жить Псков Крекер Крекерная Фабрика Она так Называлась Любятова В том Районе Просто Находится И Там Такие Крекеры Крекер Капитан Я ещё Такой Вкусный Был Сейчас Почему Они Не Выпускают Такой Крекер Очень Жалко А потом Этот Концерн Сделался Это Всё Концерном Американская Там По-моему Компания Выкупила В разных Горидах России Вот Эти Все Фабрики А бренд Именно Псковский Любятова Оставила Ну Вот Хлопья Хлопья Тоже Псковские Кстати Псковская Рецептура Была Так Что Я хотела Сказать Вообще Не про это А про Котов У меня Спрашивали По поводу Что Ребёнок Родится И Вот Как Весь Момент Санитарный Гигиенический С котом Я хочу Сказать Лично От себя Как Человек Который Работает Животными Живёт Животными У меня Кот Шести лет У родителей Когда Мне было Шесть лет Появился Кот Очень долго Он жил 19 лет И Для меня Это Естественно Восприятие Животного Как члена Семьи Но Я считаю Что У большинства Людей У которых Живут Животные Это Вполне Нормально И логично Чтобы так Было В какой-то Период Может быть В какой-то Момент Чересчур Фанатизма Не стоит Но есть Настолько Чересчур Потому что Животное Тоже Каким-то Чересчур Лапзанием Можно Тоже Испортить Но это Ладно Нюансы Не буду Впадать В общем Считаю Что Животное Это Член семьи Его нужно Любить Холить Лидеть И ухаживать За ним Вот Им не надо Лишний раз Париться Скажем Проще говоря По поводу Некоторых Моментов Конечно Очень важен Первый месяц Ребенка Когда у него Пупок Только там Заживает Вся эта Пуповичная Ранка И вот этот момент Более такой важен Да Я лично Гриша Отгородила От котов Полностью На этот месяц Я дверь закрывала Где-то К концу Первого месяца Я стала Открывать Дверку И Диккен Стал Периодически Так вот В комнату Захаживать Но Ненадолго И Я заходила С Гришей Несколько раз К Тимоши В комнату Тоже Чтобы он Тимоша увидел Кто это кричит У нас Постоянно Вот И Вот То есть Вот так Первое такое Знакомство Было И со второго Месяца Уже Гриша Более-менее Так стал Нормально Чаще Контактировать С котами Вот допустим Мы заходим В комнату Когда к Тимоши Я всегда Я и на нашу кровать Стелю Вот эту Пеленочку Его кладу И к Тимошу Тем более Что Тимоша Там на диване Всегда лежит Да и Диккенс У нас на кровати Лежит Вот И что Гигиена Такая была У Гриши Своя Что у него Своя просынка На котором Там и головка Лежит Все как надо То есть Вот такие моменты Когда он Начнет ползать И бегать Будет Хватать Котов Будет Что он Знаете В какой-то период Родители Перестают Видимо Зацикливаться На гигиене Детей Потому что Ну это Просто Видимо Невозможно Постоянно мыть руки И постоянно Их тоже нельзя Ну детские Ручонки Мыть Что стирается Вот это И защитный Свой от бактерий Вот И они Уже где-то Там Какую-то грязь Могут В рот запихнуть Там еще что-то Но И поэтому Он будет Котов Хватать Конечно Я буду следить Чтобы он Руки В рот Не сувал После котов Потому что Извините Когда я Кота поглажу И то я руки Мою При всей любви К животному Я считаю Что необходимо Руки помыть Вот И Ну в общем Я буду давать Полностью И физически Контактировать Когда он уже Будет такой Более Активный Вот И по поводу Гигиены Что Котов Свои тарелки Естественно Да Свои угол Где они кушают Теперь Я мою Тарелки Ванной Потому что Раньше У меня Я вам показывала До родов У меня губка Естественно Для кота У меня Отдельная Губка То есть Я не мою Той же губкой Что и наши Тарелки То есть Для котов Отдельная Мочалочка Вот эта Для посудки Была Но теперь А еще Отдельная Тряпочка Была Этот платочек У меня носовой Куда я тарелки Их сушила А теперь И вовсе Как бы Вот в этой зоне Я ничего не делаю Хотя там Что Соски Эти Бутылочки Промываем В этой раковине Но потом Опять таких Кипятим Но даже С этим Что там Все равно Поэтому В ванной В ванной У меня там Теперь мочалка Постоянно находится Там мы моем Тарелки Кота И Что у Диккенса Что у Тимоша Вот такой Вот туалет Он очень Клевый Потому что Во-первых Посмотрите Видите Вот там Обои Это Диккенс Так их Закапывал Всегда В свой Туалет Когда он Открытый У него был Другой Тазик Он все Копал И все Обои Нам содрал Если бы я знала Я бы сразу Купила Такой домик Потому что Сюда Мы засыпаем Силикагель Эта крышка Открывается Сейчас не буду Потому что Шуметь И сюда еще Фильтр Дополнительно Вставляется Он идет в комплекте Но мы не вставляем Чтобы лишний запах Исключать И в общем Мы засыпаем Силикагель И вот такие домики Они удобны тем Что когда Он закапывает Все свои дела Силикагель Не так сильно Разлетается Он все равно Разносится Разлетается Но не так сильно Как при открытом Тазике И плюс Мы покупаем Этот силикагель Мы лично Для себя Сделали Вот этот выбор Потому что Он реально Очень классно Впитывает Все запахи Жидкости И вообще Вот этот Лишний запах Он исключается Единственное Что вот у нас Для Диккенса Если там 2 килограмма Засыпать 2 недели Легко Может быть Даже 2,5 Где-то Он может В него ходить Но в случае Но в случае С Тимоши Это Ну Шестой день Это край На шестой день Обязательно Надо менять Я пробовала Вот этот Фреш степ С катсаном Это просто Дохлый номер Потому что Тимоша Я не знаю Он Производитель Мочевины Это вот так много Если я на седьмой день Буду менять Ему тазик Мне надо сначала Пуэцлить Со дна Представляете То есть Силикогель Уже бессилен Ему уже Там впитывать Некуда Это уже Все просто Начинает Плавать Так что Долго Что-то я говорю В общем Что хочу сказать Какие-то Туалетные Нюансы Надо выбрать Плюс шерсть Мы стали Брить котов Своих Потому что Два кота Один пусть Там в комнате Закрытый Но все равно Еще больше Это заметно Шерсть Потому что Он в меньшем Пространстве Находится И вся шерсть Именно в этом Малом пространстве Дикез В большем Пространстве Он у нас Прыгает Сами видели На шкаф Вот это И тоже Когда он прыгает Да Естественно Там шерсть Какая-то Вылетает И в кухне Это все Не генично Вот И поэтому Мы стали Брить котов Это Шерсти Вот такие Туалеты Это когда Я пришла К таким туалетам Когда Тимоша Стал жить В комнате Закрытый Что как-то Все-таки В комнате Как-то надо Это Ну По гигиеничной Чтобы все это Было И Поняла Что такой закрытый Туалет Это очень хорошая тема Ну и силикогель Мы уже Давненько Используем Хорошо Понятик Какого-то Поставщика Сразу Большой мешок Купить Потому что Ну это Немножко так Накладно Получается Особенно В случае Из Тимоши Когда Так Часто Менять Надо Я покупаю Кругленький Такой За 130 рублей Килограмм На развес Беру Вот Рядом Конкурент Стоит У него Такой же Силикогель 182 рубля За килограмм Представляете Такая Большая Разница Вот Так что Хочу сказать Что надо Вообще Очень правильно Это Быть Как можно Спокойнее Меньше Запариваться Меньше Переживать За все Моменты Потому что Любое Волнение Оно все равно Перекладывается И на ребенка И ребенок Может Как-то себя Начать чувствовать Дискомфортно Одна из Теорий Возникновения Коликов У детей Да Это именно Психосоматическое Самочувствие Которое У детей Как у них Они не могут Никак Свои Еще Эмоции И так далее Своё переживание Там Волнение Выразить И это Через физическое Выражение Происходит Через физическое Да Поэтому Вот этот Животик У них Начинает Сильно болеть Поэтому Надо Как можно Максимально Быть Спокойным Вот Чтобы Лишней паники Суеты Переживания Не создавать Вот А по возможности Отгородить На первый месяц Животное А так потом Вообще нормально И к животному Тоже надо Хорошо Отнестись В этот период Не отгонять Его Не обижать Потому что Они же тоже Все понимают И наоборот Животное Будет хорошим И лучшим Другом При взрослении Ребенка И ухаживаю И ухаживаю На сто процентов В этом Уверена Потому что Человек Который Так Будет Любить Он не может Потом Плохо Относиться К своим Родным В общем Буду заканчивать Этот влог Спасибо Что были со мной До новых встреч Всем пока Пока Как-то я так быстро Закончила По-моему Долго-долго Что-то говорила Говорила Вот Но если будут вопросы Вы мне задавайте По поводу Там вот Животных И так далее Вот Но самое главное Хочу что-то донести Это меньше Переживаний Вот С вами же ничего Не случилось Что вы живете С животным В одном В одном Помещении С собакой Или с котом С вами же все В порядке А маленький ребенок Он же такой же Как и вы Только что маленький Вот Так что все Буду заканчивать Всем пока-пока